Всем привет, это Омай Арт, и я сегодня девочка на Кубе. Вот смотрите, в мирное время мы бы сняли выпуск, куда пойти на новогодних каникулах, и поставили бы его на канал перед каникулами, но время сейчас странное, поэтому выпуск у нас выходит после каникул, которые совпали с таким музейным локдауном в Москве и Петербурге, и вообще в Европе. Но когда-нибудь это время обязательно закончится, и я думаю, что локдаун в московских и петербургских музеях закончится вот-вот, буквально уже, и все мы наконец-то туда пойдем. Сейчас расскажу, что будем смотреть. Погнали! В Пушкинском музее после вот этого музейного перерыва продолжается выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца 19-го, начала 20-го века». Да, это очень длинное название. Кстати, Пушкинский музей придумал вот такую историю. Теперь по этой выставке и вообще по нескольким выставкам, по-моему, есть виртуальная экскурсия, но на нее надо купить билет. Ну, то есть вот действительно, как в музее. Покупаешь билеты, идешь на экскурсию с гидом. Не знаю, приживется ли эта форма, много ли покупают билетов, но в конце концов музеи должны в это непростое время тоже зарабатывать. Можно понять. Итак, в музее показывают рекламные плакаты из Британии. И тут же, кстати, вспоминается выставка, которая была в музее не так давно. Это французские афиши рекламы. И вот какие же разные подходы были в одно и то же время у французов и у англичан. Поздняя викторианская Англия реклама у художников, которые ей занимались, серьез, конечно, не воспринимала. И если французы такие фривольные и веселые, то британцы в основном целомудренны. При этом, конечно, англичанам не откажешь в чувстве юмора и сарказме. Главный двигатель британской рекламы, как ни странно, транспорт. По крайней мере, лондонской подземки, автобусным прогулкам, поездкам на каникулы в Вест-Индию посвящены два зала. Еще один зал посвящен рекламе компании Shell. Ни одной, причем, заправки или какого-нибудь бензовоза или каких-нибудь цистерн вы на плакатах не увидите. Вообще, как будто рекламируется не компания по производству топлива, а лайфстайл. И рекламщики все это как-то умудряются связывать Shell. Моя любимая история на этой выставке, конечно, про британца Клиффорда Роу. Парень так проникся коммунистическими идеями, что на какое-то время уехал в СССР. И там его, как следует, научили агитации и пропаганде. Вот таким плакатом он встречает четверть века правления Георга V. В общем, Роу научили настоящему советскому обличительному пафосу. А еще пойдем в Третьяковку на Крымском валу. Там уже открылась 23 декабря выставка Роберта Фалька. Выставка большая. Там, по-моему, 200 работ из разных музеев и 24 работы из частных собраний. То есть, ну, вот уже по количеству работ понятно, что это такая большая, ретроспективная, монографическая выставка, которая любит делать Третьяковка, которую Третьяковка умеет делать. Тут еще важная история про Роберта Фалька. Он, правда, такой диковинный человек, наверное, в российском искусстве. Ну, сначала у него, конечно, непростая биография. Но у всех художников, которые начинали в авангарде, в общем, судьба такая непростая. Так что Фальк здесь вроде бы в одном ряду стоит. Но Фалька среди всех его современников отличала какая-то невероятная стойкость. Этот удивительный художник, который никогда не предавал себя. А вообще-то было много и соблазнов, и, как мы понимаем, жизнь в Советском Союзе, она вообще подчиняла себе любого творческого человека. Но вот Фальку как-то удалось себя сохранить. Он, конечно, в первом периоде своего творчества был таким неиспровергателем всего старого, всей классики. Он был бубновывалецем, стремился вот к этому новому искусству. А потом, через какое-то короткое время, он возвращается к старым мастерам, к совершенно другой школе. Но при этом, если мы будем смотреть на его творчество, это происходит так органично, это происходит без надрыва, это происходит вроде бы даже без драм. И в этом есть такая естественность, что он тебя этим абсолютно окружает и берет тебя в плен этой своей убежденностью. При этом ему, в общем, не дают работать. Понятно, что у него нет никаких заказов. Но из-за его славы среди художников он умудряется как-то даже передать всю свою школу, всю свою память о русском авангарде. Он становится важным человеком для художников оттепеля, которые были лишены возможности изучать какое-то наследие, в том числе наследие авангарда. Он для них становится таким проводником, я не знаю, мостом соединяющих вот тех авангардных художников и художников молодых, которые приходят уже в послесталинские времена и которые тоже ищут свой путь. Я сегодня, кстати, нахожусь в мультимедиа-арт-музее. Спасибо большое за то, что приютили наш выпуск. Музей не работает, это такое странное ощущение находиться в этом пространстве. В общем, здесь нас немного, скажем честно, народу. Вот есть охранники, есть сотрудники музея и есть смонтированные выставки. Здесь после 15-го числа покажут несколько новых выставок, и я сейчас, вот у меня есть возможность, по ним пройдусь по парочке и расскажу вам, что вы увидите здесь в январе. Первая выставка, которую я здесь советую посетить, это выставка Паскале Метро, французского фотографа. В конце 60-х молодой парень попадает в армию, в французскую армию, в фоточасть, увлекается фотографиями и так в ней остается. Он фотограф-документалист, хотя когда попадаешь в зал, ну, как-то в это сложно поверить, настолько яркие и живописные снимки, но при этом известно. Он не работает с цифровой камерой, все снимки не постановочные, он снимает по 2-3 пленки, всего 2-3 снимка попадают в альбомы или на выставки. Остальные съемки, они просто иллюстрируют статьи в СМИ. Вообще, Паскаль, он такой живописец каких-то историй, которые случаются в горячих точках, в африканских республиках или странах, куда вообще почти не ступала нога белого человека. Вот, например, здесь из этого человека изгоняют злой дух, потому что само его племя его тоже выгнало, и он был лишним ртом. Его сразу обвинили в том, что в нем кто-то поселился, и вот шаман, или я не знаю, не шаман, должен этот злой дух изгнать, уж не знаю, правда, примут ли его обратно, будут ли кормить. А вот здесь, вот с этими желтыми лицами, дети, это тоже такие лишние дети, вот якобы с этими детьми исцеления никакого не произошло, и на самом деле их просто выгонят, потому что их нечем кормить. Тут очень такой сложный замес из традиции и того, что просто, ну просто голодно, да, детей рождается много, и кормить их нечем. Это из Конго снимок. Всегда надо читать здесь, конечно, объяснение, но вот здесь эта история, она нисколько не снижает ценности самого снимка. То есть, если бы я бы, например, не знала, что этих детей изгоняют из племени, а догадаться об этом, ну, невозможно, правда, в конце концов, нет таких традиций у меня здесь в окружении. То мне бы этот снимок меньше не понравился, просто потому, как он сделан, просто по его живописи, по цвету, по композиции. Потому что мне вообще, если честно, прям с трудом верится, что это снимки документальные, но это очень круто. Правда, это же как старинные мастера, вот эта композиция, это какой-то, я не знаю, Леонардо «Битва при Ангиаре», знаете, когда смешались люди, кони, и при этом все на своем месте, и при этом все со своей какой-то эмоцией. То есть, я понимаю, что было сделано там десятки кадров, но все равно, когда вот попадает именно это, когда разные выражения лица, и цвет, вот здесь красный ремешок, который поддерживается красной какой-то частью упряжи, на самом деле просто невероятное впечатление, и ты вдруг понимаешь, что человек это просто сделал, там, я не знаю, нажав кнопку. Ну, наверное, потом обработав, что-то еще сделать, сейчас придут фотографы, скажут, что я ничего в этом не понимаю, да ладно, ничего не понимаю, ничего не понимаю. Глаз видит, красоту этого достаточно. Музей Москвы уже открылась выставка, которая называется «Музей самоизоляции», и я, надо заметить, вам о ней уже рассказывала в своем прошлом выпуске, который посвящен виртуальным выставкам. Я вас после того, как весь этот локдаун закончится, призываю все-таки не ограничиваться, естественно, виртуальной историей и пойти в музей и посмотреть выставку настоящую. Это такой новый этап исследования, явление самоизоляции и попытка как-то осмыслить весенний опыт и представить его уже в виде большой музейной экспозиции, где артефакты горожан, обычных простых горожан, как вы, я и все остальные, соседствуют с произведениями художников. Что из этого соседства получилось, мы как раз можем увидеть в залах, на сайте этого не увидишь. Вторая выставка в Музее Москвы «Хутема 100. Школа авангарда». Она открылась буквально за два дня до второй волны музейного карантина. Я сделала две аж серии на канале про эту выставку. Выпуски выложены, но сейчас краткое содержание. «Хутема – высшее художественно-технические мастерские. Первое советское учебное заведение, которое должно было готовить художников новой формации, тех, кто будет творить в новой стране для новых граждан». Учебное заведение существовало всего 10 лет, но дало какой-то невероятный заряд тем, кто хоть немного находился в его орбите. Все самые передовые идеи того времени связаны с «Хутема 100». Сами же мастерские отчасти наследовали идеи русского авангарда, впрочем, ими не ограничивались. Выставка рассказывает о всех факультетах художественных, производственных. Правда, стоит понимать, что эта выставка такая скорее хрестоматия. Она дает понимание о структуре учебного заведения, о принципах учебной программы, выделяет самое главное. Но если вам нужно погрузиться как-то более конкретно, то это уже на самостоятельное обучение. Лучше все-таки посмотрите две серии на канале. Кстати, сразу после того, как выставка открылась, на кураторов ругались, немножко наезжали в соцсетях, потому что с этикетками на выставке были проблемы, не было иногда понятно, откуда видео, откуда какое произведение искусства. Так вот, я надеюсь, что за время этого музейного локдауна все поправили, исправили, почистили, и теперь выставка нас ждет. В Мультимедиа-арт-музее каждый год показывают календарь Пирелли, это уже традиция, вот в очередной раз. В этот раз взяли итальянского фотографа Паула Роверси, и он в поисках своей Джульетты. Для роли Джульетты он пригласил разных актрис, певиц разного возраста, разного темперамента, более известных, менее известных. Взял даже свою собственную дочь. Вот она здесь, наверное, самая молодая, такая самая буквально невинная. Он обязательно снимал героиню в такой повседневной одежде, без макияжа, а потом уже в разных костюмах. Костюмах, конечно, более или менее стилизованных под средневековые. Они, конечно, не совсем такие, как могли бы быть у Джульетты, но они их просто напоминают. Конечно, календарю Пирелли в этой всей истории с новой этикой тяжело. Я уже писала такой текст у себя в Инстаграме. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там весело и очень много картинок. Итак, пост про то, что теперь уже нельзя просто так снимать красивый голод девчонок, потому что это объективация и прочее, прочее, прочее. Поэтому каждый год приходится придумывать какую-нибудь новую концепцию. Здесь получилась такая очень романтичная история. Каждая девушка ищет себе Джульетту, независимо от возраста. Всем, кто приходил на съемочную площадку, фотограф предлагал прочитать монолог Джульетты. Ну вот, например, Кристен Стюарт, она здесь, конечно, самая такая боевая, сразу отказалась читать монолог Джульетты и прочитала монолог Ромео. В этот карантин москвичам не повезло больше всех, потому что выставки и музеи были закрыты с середины ноября. Но москвичи могли немного спасаться подмосковными музеями, которые с какого-то момента начали работать. И вот, например, я очень всем рекомендую съездить в музей Новый Иерусалим посмотреть выставку «Младшие Брейгели и их эпоха». Хотя бы просто для того, чтобы наконец-то разобраться со всеми этими младшими Брейгелями. Младших Брейгелей было трое. Сейчас я вам тут попробую схему изобразить. Итак, был художник Питер Брейгель. Известный, знаменитый. Не так давно, пару лет назад, была прекрасная ретроспективная выставка в Вене. Писала они в Инстаграме. Снимать там было невозможно. Там народу было в залах больше, чем на самих картинах Брейгеля. Итак, Питер Брейгель, его еще называют мужицким. У него был сын Питера Брейгеля-младший. Еще у него был Ян Брейгель. И его называют Яном Брейгелем-старшим, потому что у этого Яна Брейгеля был еще сын Ян Брейгель, которого называют Яном Брейгель-младшим. Ну, так сориентировались более или менее. Питера Брейгеля-младшего называют еще Брейгелем адским, потому что в юности он очень любил изображать страшный суд, вообще всяких ведьм, демонов, вот этой пытки в страшном суде. Потом немного от этого отошел, но, тем не менее, прозвище вот такое осталось. А Яна Брейгеля-старшего называют еще цветочным, райским, пархатным. У него есть очень много изображений букетов, цветов. Он работал в королевских оранжереях, всегда писал растения с натуры и мог приходить несколько дней, чтобы изобразить какой-нибудь цветок. Он вообще очень приятный у него, очень много приятных пейзажей, там такие красивые люди, очень тонкая у него манера. Ну, в общем, по-настоящему бархатный. Выставка эта, там, конечно, показывают не только вот этих младших Брейгелей, показывают еще художников той эпохи фламандцев. И вообще вот этот клан Брейгелей имел такое большое влияние и большое значение для фламандской живописи. Конечно, младшие Брейгели, они не перебили славу отца, но это было невозможно, потому что, ну, вот такой отец гений. При этом Питер Брейгель-младший очень много копировал отца и много всяких было сомнений в атрибуции, потому что было непонятно все-таки, кто же сделал эту работу. И до сих пор, на самом деле, искусствоведы очень много работают над тем, чтобы установить, кто действительно реальный автор каких-либо работ. Все-таки отец или сын. Собственно, кого мы должны благодарить за эту выставку, ну, кроме музея Нового Иерусалима? Все эти работы, они из частной коллекции, принадлежат Валерии Константину Мауэргауз, из младших Брейгелей, их, конечно, может быть, не так и мало, как произведение работы отца, но вот увидеть в России целый пласт Брейгелей младших, это, на самом деле, не так часто случается. Частная коллекция, поэтому найдите всевозможность доехать до Нового Иерусалима. В конце концов, от Москвы это очень недалеко. Я сейчас нахожусь в пространстве выставки Паруэля Довтяна. Это новая выставка здесь, в Мультимедиа-арт-музее, но ничего про нее еще толком не знаю, рассказывать не буду, но вы уже видите, что вам надо прийти, правда? Да. Ладно, про Санкт-Петербург, про Эрмитаж. Выставка «Линия Рафаэля» надо сходить обязательно, хотя, конечно, наверняка, услышав «Рафаэль», все будут думать, что это такое повторение римской большой выставки, что привезли много Рафаэля в Санкт-Петербург. Это не так. Выставка вообще немножко не про это, а про то, как Рафаэль повторяется потом в веках, повторяется многими художниками вплоть до 21 века. В первом зале можно посмотреть шесть рисунков из Лондонского британского музея, из Венской Альбертины. Ну, у рисунков, конечно, нужно остановиться, потому что это вот и есть «Рафаэль». Есть свободная арка, где ждут прекрасную садовницу. Прекрасная садовница должна после Нового года приехать из Лувра. Надеюсь, все сложится. Не уходим из Эрмитажа, просто переходим в другое здание, переходим в главный штаб. В главном штабе выставка Сесила Биттона. Это английский фотограф и костюмеры, и декораторы, и у него, между прочим, два «Оскара». Сейчас расскажу, за какой фильм. Я удивилась, что Сесила Биттона, оказывается, никто серьезно в Россию не привозил. Это его такая первая персональная выставка. Хотя у него очень большая творческая биография, 50 лет, и как раз эти 50 лет захватывают такие самые горячие десятилетия, от вот тех самых ревущих 20-х до более-менее спокойных 70-х. На самом деле, конечно, его очень выделяет, его такая аристократичная манера. Он немножко такой сноб, и кажется даже, что он не пытается раскрыть своих героев. Он делает очень много портретов, причем портретов знаменитостей. Но вот удивительно, за этой какой-то холодностью явно герой как раз и раскрывается. Пик его карьеры – это фильм «Моя прекрасная леди». Я уже говорила, что получил он два «Оскара». И тут он абсолютно развернулся. Он создавал декорации, он создавал костюмы для Одри Хёдберн. И надо заметить, что фильм, он такой, он, знаете, перенасыщенный, он чуть больше, чем надо. В нем больше каких-то деталей. Все эти аристократы, они такие чересчур аристократы. Именно Сесилу Биттону, я думаю, было очень хорошо известно это искусство из грязи к князю, потому что его происхождение, оно было, ну, вполне себе средним, а при этом снимал он аристократов, вращался в светских кругах. Ну и мало того, он, конечно, был таким королевским фотографом и снимал королевскую семью на протяжении очень многих лет. Меня больше всего, наверное, удивил на этой выставке раздел, где нет блеска, может быть, даже слегка какой-то развращенной светской жизни. Удивил меня раздел его репортажной съемки. Он снимал Лондон во время немецких бомбежек. Вот тут сразу понятно, что с тобой может происходить все, что угодно. Ты можешь снимать светских левиц, дружить с ними, но когда нужен просто верный глаз, нужно просто правильное ощущение, вот это все начинает работать, если в тебе оно есть. Сейчас в Петербургском манеже идет выставка корейской художницы Либул. На самом деле художница не слишком известна у нас, и вообще это первая такая персональная выставка в России. На ней сейчас показывают произведения за последние 15 лет. Художница родилась в Южной Корее. Про биографию немножко все-таки схожу, потому что там такая, знаете, травма на травме. Родилась она в семье диссидентов. Они все время жили в ощущении опасности, что могут прийти посреди ночи. Действительно, в какой-то момент мать Либул была арестована, и маленькая девочка несколько лет провела без матери. Я думаю, что часть того, что она делает, это тоже такой опыт самостоятельной терапии. Она пытается прожить, может быть, какие-то свои травмы. Встречает на выставке огромный такой дирижабль. И это одновременно такая метафора нашей, может быть, ностальгии по будущему. Потому что в какой-то момент, вот если представить историю человечества 20 века, человечество на самом деле было очень заражено идеей будущего. Будущих открытий, будущих полетов в космос, открытий в науке. Но ближе к концу 20 века это все вдруг как-то скукожилось. Вдруг будущее, стало понятно, что будущее, оно, в общем, будет похоже на настоящее. То есть мечта об этом исчезла. И вот этот огромный дирижабль, воплощение вот этой ностальгии по мечте, по будущему. Весь аванс-зал манежа занят гигантской такой инсталляцией, которая называется «Город солнца». По названию понятно, что это все вдохновлено утопией Кампанеллы. Однако, как часто происходит с утопиями прошлого, сейчас это уже все выглядит уже наоборот как антиутопия. Вообще, конечно, надо понимать, что все это совсем не аттракционы, что каждая инсталляция, Либул, каждое ее произведение, оно каким-то образом связано с философией 20 века, с новыми философскими учениями. Например, вот этот зеркальный лабиринт, который правда кажется аттракционом, ну вот «найди выход», «найди вход». На самом деле связан с понятием бикамеральное сознание. Довольно интересная история о том, что разум человечества, он очень менялся со временем, и что еще там, не знаю, 3000 лет назад наш разум был совсем другой. Люди были полуавтоматами, которые слушались свой внутренний голос, подчинялись ему. Пример, который многое объясняет, это герои Илиады, которые, в общем, совершенно не действуют самостоятельно, практически не действуют. Все, что они делают в жизни, это как-то направляемо богами, а их дело просто слушаться этого бога, и все. И что со временем человеческое сознание действительно проходит свой путь развития, и мы совсем не похожи в этом смысле на тех людей. В общем, к чему я это все говорю? Не для того, чтобы вас запутать, а для того, чтобы вы понимали, что выставки современного искусства и крупных художников – это вовсе не просто развлечение. Лучше быть к ним готовыми, что-нибудь почитать обязательно перед этим, ну или после, если у вас все-таки возникла такая потребность, не откладывайте ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok